Можете назвать имена депутатов от Краснодарского края, которые сейчас находятся в Госдуме? Конечно, нет. Эти депутаты ничего не делают. Нет, не могу, затрудняюсь сказать. Нет, к сожалению, к стыду скажу так. Может быть, инициативы, которые они продвигали в пользу края, что-нибудь слышали? Если честно, я работаю в области респруденции, но каких-то инициатив законодателей с нашего края не слышал. Можете назвать имена депутатов от Краснодарского края, которые сейчас работают в Государственной Думе? Молчание – самая говорящая реакция на тех, кто сейчас в Москве сидит на охотном ряду. В Государственной Думе от Краснодарского края места занимают 18 депутатов. Как показал опрос на улице, не самый репрезентативный, но все равно показательный. Сами жители Кубани не то, что имен этих людей не знают, даже лица многих из них впервые видят. Да и нередко задают вопрос, а много ли полезного депутаты от Краснодарского края сделали для Краснодарского края? Действительно, люди обладают минимальной информацией о тех кандидатах, которые сейчас находятся в Государственной Думе. Приблизительно где-то в пределах 90% люди отмечают, что они ничего об этих людях не знают. А ведь депутаты – это именно народные избранники. Выборы в Государственную Думу уже готовятся к своему старту. 18 сентября – единый день голосования. Начиная с этого года к нам снова возвращается смешанная избирательная система. То есть половина депутатов, это 225 человек, пройдут по спискам политических партий. Право на мандаты партия получит только в том случае, если за нее проголосуют не менее 5% от общего количества пришедших избирателей. Остальные будут пытаться стать депутатами через одномандатные округа в один тур. Система простая. За кого больше всего проголосуют, тот и победил. Краснодарский край поделили на 8 одномандатных округов. В справедливости ради стоит заметить, что больше интерес у жителей региона вызывает именно сам факт выборов в Госдуму, а не то, кто поборется за места от региона. Поэтому предложение губернатора мэру Краснодара попробовать свои силы в качестве депутата стало политической сенсацией, как окрестили это журналисты. Но Владимир Явланов оказался лишь первой ласточкой. Вслед за мэром столицы региона пробовать попасть в думское кресло решил глава Новороссийска. Владимир Сенеговский лично попросил у губернатора пойти на выборы. Веньмин Кондратьев отговаривать не стал. На просьбу градоначальника ответил согласием. Я бы просил вас поддержать меня, баллотироваться в Государственную думу. Учитывая ваши желания, я соглашаюсь с вашим предложением. Попытки мэра в двух крупнейших городах Кубани стать депутатами и называть трендом пока еще не стоит, уверен президент Центроприкладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Но это явно говорит о том, что меняется подход к тем, кто должен представлять регион в Нижней Палате. В новых сложных экономических условиях это первый набор в Государственную думу. Как говорится, они настолько богаты сейчас, чтобы просто посидеть в кресле пять лет. Если губернатор все-таки сделает из этой точки тренд, то это будет большой плюс и для края, и для города, и, соответственно, естественно, для Краснодарского края как субъекта, который может предлагать через своих депутатов различные законопроекты. Приход, люди, ранга того же Владимира Лазаревича Явланова, прошедших огромную школу хозяйствования. О чем это говорит? О том, что человек, который руководил городом в этот период, он накопил огромный опыт, который может транслировать не только на край, но и на всю страну. Терять время, когда нужно искать новые инструменты для развития региона и страны в целом, будет преступно, считает известный кубанский политолог Николай Петропавловский. Поэтому и люди, и руководство края напрямую заинтересованы в том, чтобы их позицию представляли неформальные и не кулуарные лоббисты собственных интересов, а те, кто на 100% на федеральном уровне будет именно работать на регион. Сегодня тот этап развития, когда Кубани нужна очень сильная команда практических людей, не политиков, в хорошем смысле этого слова, а практических людей, которые могут открывать кабинеты в правительстве, в министерствах, в ведомствах, в Государственной Думе, которые могут вращать вопросы на всех этих уровнях и помогать для края. Какими качествами должен обладать эффективный, практический лоббист, депутат Государственной Думы для Кубани? Он должен быть опытным, он должен быть знающим, он должен иметь очень хорошую связь с округом, с населением. И он должен открывать кабинеты все, не учиться этому несколько лет, чтобы это, знаете, о, к пятому году я научился, а чтобы работать начать сразу. Ни Явланову, ни Сенеговскому этому учиться не надо. Мэры краевой столицы и портового города, фактически федерального значения, явно в курсе, как продавливать местные интересы на высшем уровне. Владимир Явланов, 12-й год у руля Краснодара. Тяжеловец-хозяйственник еще с советской закалки. Не понаслышке знает самые острые проблемы, часть из которых решить легче в ранге законодателя. Владимир Сенеговский тоже из обоймы мэров-ветеранов. 13 лет во главе Новороссийска. За Сенеговским закрепилось прозвище «колхозник». Начинал с низов и всегда ходил, что называется, по земле. Город чище стал, ухоженнее, набережная красивая, вообще город лучше стал. Я думаю, что он действительно очень хороший хозяин и, возможно, он создал неплохую команду, которая ему помогает. Ну, хозяин просто города, и все, что я могу сказать. Молодец мужик, дела идут хорошо, и на своем месте человек. Но и тех, кто долго на своем месте, надо вовремя отправлять решать другие задачи. В психологии есть даже такой термин – эффект выгорания. Человек просто эмоционально устает от того, что делает много лет подряд. Да и процессы застаивания власти никто не отменял. Поэтому идея сменить мэрское кресло на депутатское с этой точки зрения вполне оправдана. Но попадут ли в Государственную Думу люди, о которых кубанцы знают по конкретным делам, покажут выборы. Александр Иванченко, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.